Всем привет! Сегодня мы покажем, чем занять непоседу и украсить новогоднюю елочку своими руками. Всем актуально, правда? В первую очередь мы ориентируемся на поделки, которые реально сделать маленьким детям. Но для начала потребуется все-таки минимальная помощь со стороны родителей. Итак, нам потребуется вода 100 мл, соль 100 г, растительное масло 30 мл, мука белая 200 г и глубокая посуда, чтобы смешать все ингредиенты. Засыпаем соль и муку в сухую глубокую посуду и все хорошенько перемешиваем. Добавляем постепенно воду и опять же все размешиваем, чтобы получилась масса без комочков. Добавляем масло и продолжаем размешивать. Совет! Смотрите по консистенции. Если тесто прилипает к рукам, добавляйте муку, а если отделяются комочки, то добавьте немного воды. Тесто должно получиться эластичным. Скатываем шарик и биоматериал для лепки готов. Можно начинать варить. Мы же решили еще подготовить материал для украшения. У нас это чечевица и горох. Мы почитали, что можно также применять различные кондитерские украшения. Мы решили протестировать цветную крошку и вот такие сладкие жемчужины, формочки для печенья. Можно использовать и каштаны, и скорлупу грецкого ореха. В общем, дерзайте! Сразу скажу, что тест кондитерским украшением показал отрицательный результат. Украшение все время таяло и изделие долго сохло, так что лучше не использовать. Еще предлагаю запастись силиконовым ковриком и скалкой. Ну что ж, творческий процесс начался. Главное не останавливать. Дети очень любят заниматься лепкой. Так как тесто соленое, то особого желания его поесть у детей не возникнет. У нас получились вот такие разные украшения. Чтобы повесить игрушку на елочку, необходимо уже на этом этапе сделать дырочку. Для этого можно использовать трубочку или зубочистку. Теперь все оставляем просохнуть неделю или полторы. А можно положить в духовой шкаф при температуре 50 градусов. По времени смотрите сами, так как все зависит от изделия. После просушки мы разукрасили изделие белой акриловой краской. Опять же дали просохнуть и повесили на елочку. И еще совет. Если вы подпишите изделие с обратной стороны и после Нового года все сложите в маленькую коробочку, то каждый год будете находить вот такие сокровища и радоваться. А можно подарить такие украшения бабушкам и дедушкам. Как вам идея? Ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. Тогда больше зрителей смогут посмотреть это видео и порадоваться новогодним украшением. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.